Добрый вечер! Добрый вечер! Становники Белозерского решили отделиться от Аброполя и создать собственную объединенную громаду. В городе объявили общественные слушания. Доклад о возможных финансовых потоках в казну Белозерского представила секретарь горсовета. У нас будет только одна шахта Белозерская, то у нас по году получается плюс 642 тысячи гривен на развитие. Если брать шахты Новодонецкой и Белозерской вместе, то по итогу года у нас получается по перспективному плану, я сейчас рассказываю, плюс 12 миллионов 271 тысячи гривен. Однако профсоюзные лидеры говорят, что рассчитывать на эти миллионы городу не стоит. Перерегистрации шахты Новодонецкая и Белозерская не будет на город Белозерская. Это уже можно считать убытки. Где брать деньги, если единственная шахта, которая останется в Белозерской громаде, приостановит добычу угля, городские власти в презентации не упомянули. Мы должны не просто так криком и ором, а четко прочитать всю экономику. Если экономика свидетельствует даже из тех денег, которые мы на сегодняшний день имеем, то мы имеем в лучшем случае 1750 на каждого жителя. Это по модели, допустим, которая сейчас предлагается. По модели Добропольской 5341. Так давайте, наверное, как-то подумаем. Кроме того, крупные инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в сильные громады с развитой инфраструктурой, говорят депутаты. Когда будет приходить новый инвестор, это ему интересна большая громада. В большой громаде есть дороги, есть интеграция, есть возможность. Короче, большому инвестору интересна большая громада. Белозерская входит в структуру большого Доброполья. По украинскому законодательству там нужно было согласовать проведение общественных слушаний, говорят в Добропольской мэрии. Чтобы отсоединиться у города Белозерского, нужно, чтобы городской совет Доброполья принял решение о даче согласия на отсоединие города Белозерское. То есть нужно пройти этот этап в соответствии с законодательством Украины, чтобы было немножечко нарушено. О слушаниях, на которых обсуждалась дальнейшая судьба города, оповестили не всех. За 17-тысячный город решение о намерениях объединиться с другими населенными пунктами принимали всего несколько сотен человек. Я не знала, честно говоря. Я с детем дома все время. Некогда. Представителей трудовых коллективов шахты, депутатов Добропольского горсовета на общественные слушания не позвали. Такая избирательность горняков насторожила. Надо послушать две стороны, чтобы узнать правду. А когда слушаешь одну сторону, это не то. Это, получается, навязанное мнение. Само собрание, так скажем, сумбурно было произведено. Многие люди не понимали, для чего пришли. Где искать квалифицированные кадры для работы в администрации, больницы и пункте пожарной охраны, докладчики не уточнили. Мэр Белозерского от комментариев отказался. Я не хочу, я не хочу вам интервью. Вы же собрали людей, вы можете объяснить, зачем? Вы все слышали больше, чем здесь, я вам уже не скажу. Алексей Владимирович, вот давайте все сначала и по порядку, чтобы не только люди, живущие в большом Доброполье, а во всем Донбассе, на вашем примере смогли понять, нужны ли им, нужно ли им объединяться в громады, не нужно, какие в связи с этим могут возникнуть сложности. И, собственно, для чего вообще это надо простым людям. На ваш взгляд, вот какие административные единицы стоит объединить в Большое Доброполье? И, ну, конечно же, что даст это объединение? Хочется сказать, что в любом случае в Украине начался процесс децентрализации власти, и это действительно необходимо сейчас. Эти процессы прошли в европейских странах. Последний такой пример – это Польша. И что происходит на стране? Происходит децентрализация – это наполнение бюджетов местных советов и делегирование полномочий. То есть появляется, кроме того, что появляется больше прав и возможностей у местных советов, но и также добавляется финансовый ресурс. Алексей Владимирович, ну, правда, я даже как рядовой зритель, я могу сказать, что я вот именно то, что вы сказали, слышу довольно часто и довольно много. Но как это вот по факту происходит, как это работает, к сожалению, мы не видим. Это происходит, как правило, там, либо без участия жителей, мы просто узнаем об этом по факту, да, что вот что-то произошло, что-то изменилось. Кто-то считает, что ему это и не нужно, и не важно, но потом начинает жаловаться, что вот, а почему меня об этом не спросили. Я хочу, чтобы вот поговорить с вами конкретно, чтобы вы нам рассказали эту ситуацию изнутри. Да, вот Большое Доброполье, вот как вы себе видите эту громаду Большое Доброполье? Какие территориальные границы туда входят? Вот, ну, я сказала, что, да, вот населенные пункты, три города. Почему именно в таком виде должна состояться эта громада? Хочется сказать, что у нас Большое Доброполье на сегодняшний день является таким, наверное, городом особенным, потому что это город Матрешка, у которого в Почине находятся три еще города, да, то есть это город Белозерская, город Белецкая, и поселок городского типа Новодонецкая. В Украине сейчас очень много таких примеров, когда есть трудности в объединении громад с сельскими территориями. Что хочется отметить? Города готовы объединяться, но и в городах, и в сельской местности есть проблемы с неинформированностью населения. Основная задача децентрализации – это приблизить услуги к населению, да, то есть сделать услуги доступными. То есть главная задача объединения – это обеспечить, приблизить услуги, да? Услуги, да, населению. Как это будет выглядеть? На сегодняшний день Донецкая область, наверное, имеет такой специфический статус, это связано с территориальным устройством Донецкой области. Города областного значения на сегодняшний день имеют все, скажем так, полномочия, все возможности, и объединенные территориальные громады будут иметь такие же возможности, как и у городов областного значения. У нас есть примеры… Можно конкретный пример? Да, я хочу привести конкретный пример. В прошлом году, в 2015 году в Украине утверждались перспективные планы. Если брать перспективный план в 2015 году, который утверждался и разрабатывался в области Донецкой области администрации, то он делил Добропольскую громаду на четыре громады. То есть Белецкая, Белозерская, Новодонецкая и Добропольская. На сегодняшний день делился, знаете, как происходили такие споры, они везде по Украине происходят. То есть, когда один город хочет объединиться с другим, но ему говорят, что нет, вы с этим городом не объединяетесь, потому что мы очертили границу. То есть, скажем так, закон имеет какие-то определенные, ну, не коллизии, да, есть разногласия небольшие, когда определена 25-километровая зона. И, знаете, как, очень часто были такие ошибочные мнения, когда просто брали центр, город ставили, и вот фактически у населения такое мнение сформировалось, что их просто циркулем очертили, круг, зона 25 километров. И вот, давайте вот так объединяться. То есть, не учитывался исторические моменты, да, город Доброполье у нас, в почине его находится Белецкая, Белозерская и Новодонецкая уже порядка 60 лет. То есть, это громада, которая исторически сложилась уже. Такой есть яркий пример в Донецкой области, это Красно-Лиманская громада, которая стала объединенной территориальной громадой. То есть, по сути, этот пример был более ранее проведен, и поэтому успешность, именно подтверждением этого является Красно-Лиманская громада. Чтобы сделать услуги доступными, нужно иметь развитую инфраструктуру. То есть, на сегодняшний день объединенные территориальные громады, которые создаются на базе сельских советов, они не имеют инфраструктуру. То есть, задача не только получить финансовую часть, но и иметь инфраструктуру и кадровый потенциал. Потому что объединенные территориальные громады, они получают полномочия, такие как областные города. То есть, прямые межбюджетные отношения. И сегодня это является огромной проблемой. Потому что, есть примеры у нас Октябрьской громады, когда нет кадрового потенциала. То есть, нет возможности, скажем так, в селе найти людей, работающих в финансовых структурах, для работы с бюджетными учреждениями. Алексей Владимирович, я не сомневаюсь в том, что у вас много задач и много действительно вопросов в связи с этим. Любые изменения, они все это влекут. Но я понимаю, что сейчас основной вопрос не в этом. Основной вопрос в том, все-таки, как будет выглядеть вот эта громада. Вот для того, чтобы двигаться дальше, чтобы решать какие-то вопросы, нужно разобраться, а кто же все-таки войдет в громаду. То есть, это будет одна громада, или две, или три, или четыре, учитывая, что у вас там несколько городов. То есть, хотелось бы сегодня от вас услышать мнение вот такой оптимальной модели, как это лучше всего будет работать. И, конечно же, что прежде всего жители от этого выиграют. Потому что, ну, как бы теория, да, и проблемы в целом по стране, они есть, безусловно. Но я думаю, что лучше все-таки решать их вот на конкретных примерах. Вот мы услышали в сюжете о том, что сейчас нет желания у Новобелецкого, да, у Белозерского объединяться. То есть, они как бы видят, что, ну, возможно, они смогут и самостоятельно, и, может быть, им даже будет и лучше. Я вот хочу еще раз процитировать, прозвучал комментарий Виктории Шотт, секретаря Белозерского горсовета. Она говорит, что вот если у нас будет одна шахта, то получается плюс 642 тысячи гривен на развитие. Если брать с шахтой Новодонецкой и Белозерской вместе, то получится по перспективному плану плюс 12 миллионов 271 тысяча. То есть, звучит довольно-таки оптимистично. И зачем им объединяться, по большому счету, с Добропольем? У них и так все хорошо. Речь идет о двух шахтах, ну, о нормальных суммах, как я понимаю, для них, раз их это устраивает. Для той территории. Как обстоят дела в реальности? Вот может ли Белозерская рассчитывать на, действительно, на вот эти суммы, рассчитывать на две шахты? Как могут развиваться события, если они все-таки, ну, пожелают остаться самостоятельной территориальной единицей? У нас есть такая проблематика, это в отсутствии достоверной информации. То есть, на сегодняшний день две шахты не могут относиться к городу Белозерскому, потому что шахта Новодонецкая, она относится к, ранее относилась к ГП Доброполь-Уголь, сейчас ООО ДТЕК Доброполь-Уголь. Но я не думаю, что секретарь Белозерского горсовета этого не знает. То есть, на основании чего она ссылается? Вдруг уже приписывает себе эти суммы? К сожалению, действительно, есть отсутствие информации, и на общественных слушаниях звучали такие слова, что у нас шахта Новодонецкая до прихода компании ДТЕК была зарегистрирована в городе Белозерская. Да, и я могу сказать, что на сегодняшний день есть предприятие, которое называется шахта Новодонецкая, которое было организовано предпринимателями, предприимчивыми, просто взяли название и зарегистрировали по адресу квартиры предприятия. Оно не работающее, никогда в жизни не работало. Но имеет просто название, знаете, такая громкая шахта Новодонецкая. То есть, это такой дубликат реальной шахты. Но это предприятие не действующее и не работающее. Но существующее в статистике, что есть такое предприятие. Бюджет разорвать невозможно. Мы еще должны говорить о том, что когда происходят расчеты, Белозерская громада не просчитывает варианты содержания больниц. То есть, они не считают, что они должны содержать, допустим. Все идет на то, что есть субвенции из государственного бюджета, и этих денег будет достаточно. На сегодняшний день город Доброполье является госпитальным округом. И я могу сказать, что в этом году мы добавили 7 миллионов гривен просто на содержание больницы. Это достаточно большие деньги. То есть, деньги на содержание, которые идут кроме субвенции государственного бюджета, они не идут в расчет. Что говорится в законе, да? Объединенная территориальная громада должна иметь свои органы. То есть, они должны иметь пенсионный фонд, они должны иметь те органы, которые могут оказывать услуги населению. И сегодня, когда Белозерская говорит, что мы сможем самостоятельно существовать, нужно говорить о том, что управления социальной защитой населения в Белозерском городе нет. То есть, есть ряд структур, которые необходимы населению, но их не существует. Их можно создать, и можно говорить о том, что это создание новых рабочих мест. Но под новое рабочее место нужна финансовая составляющая. То есть, нужно платить заработную плату. Это не берется в расчет. Говорится о социальной инфраструктуре. На сегодняшний день в городе Белозерска есть дворец спорта, есть дворец культуры. И деньги на их содержание Белозерская громада вообще не берет в расчет. То есть, они считают, что ДК и спорткомплекс будут обслуживать либо город Доброполье, либо компания, которая работает на их территории. Но это, к сожалению, ошибочное мнение. И если мы создаем объединенные территориальные громады, мы должны понимать, что мы создаем город, который будет оказывать все услуги. Но сегодня говорят, что мы не сможем оказывать услуги, мы купим ваши услуги в городе Доброполье. Так зачем тогда создавать эту громаду, которая будет, во-первых, экономически несостоятельной. И кроме экономической несостоятельности, она еще будет та громада, которая не оказывает услуги населению. То есть, люди как ездили в город Доброполье, так они и будут ездить в город Доброполье получать услуги. Зачем мы создаем эту громаду? Это, знаете, как мертворожденное дитя. То есть, экономической составляющей нет. И я могу сказать, что на сегодняшний день, если брать наши расчеты, город Белозерск, я могу по цифрам подсказать, он имеет минус, если брать Белозерск, который создат тут, это минус 10 миллионов. То есть еще нужно учитывать законодательство, которое не позволяет городу, состоящему под управлением областного подчинения, принимать решение окончательно. То есть для того, чтобы городу Белозерска отсоединиться, им нужно принять решение об отсоединении, Добропольский городской совет должен тоже принять решение о отсоединении, и Донецкий областной совет должен принять решение о измене границ города. На сегодняшний день, к сожалению, Донецкого областного совета не существует де-факто. И военно-гражданская администрация не имеет прав и полномочий менять границы города. То есть нужно еще, кроме финансового составляющего, нужно еще понимать, что этот процесс не может быть реализован на конца. То есть зачем начинать то, что, во-первых, мертворожденная идея, как я уже сказал, да, и есть такие примеры, да, когда вот у нас есть Октябрьская громада. Финансово она состоятельна, но она не имеет инфраструктуры, она не имеет кадрового потенциала. Да, мы можем построить больницу, но зачем строить больницу, если есть уже помещение, есть работающая больница, есть кадровые сотрудники, да. Найти кадры, это на самом деле очень тяжело. Ну, Алексей Владимирович, вот тот факт, который вы привели, да, что, в принципе, юридически нет возможности им быть отдельно, безусловно, он важный. Но это, знаете, вот как бы, ну вот уже поставили перед фактом, а хотелось бы именно аргументов, да, чтобы люди действительно поняли, что где и как им будет лучше. Ну, то есть, если не брать во внимание, что других вариантов нет, да, я думаю, что много сейчас вот таких аргументов может быть, но если мы говорим, что все-таки речь идет о добровольном объединении в громады, то хотелось бы, конечно же, больше аргументов, почему людям будет лучше вот в большой громаде. Да, не просто потому, что нет у нас вариантов, да, других и по юридическим каким-то меркам, а именно вот почему им будет там лучше. Вот, кстати, проблема то, что поселковые головы не хотят объединяться в громады, это ведь действительно проблема не только в Донецкой области, да. Хотя даже здесь речь идет даже о городах, не то, что там о поселковых головах. Ну, как я это себе понимаю, почему это происходит, ну, понятно, что люди не хотят расставаться, скорее всего, с властью, да. То есть, понятное дело, что было там 15 или там 10 или хотя бы даже 5 было сельских голов, это определенная власть, это определенные полномочия, это бюджеты, которые они решали. А здесь почему-то вдруг раз и останется один староста, и понятное дело, что люди лишаются такой возможности. Ну, никому это неприятно, вот если брать по отдельности. Но, опять же таки, мы говорим, что интересы жителей должны быть все-таки, да, на первом месте. И хотелось бы, конечно же, слышать вот те аргументы, что все-таки выиграют люди, если они объединяются в такую одну большую громаду. Ну, вот, кстати, понятное дело, что сельские головы, когда говорят о том, что они против громад, они не приводят пример, что они хотят лишиться власти, они говорят о том, что вот эти объединения, они уничтожат социальную инфраструктуру, школы, больницы и так далее. Вот то, о чем вы упоминали, да, немножко. Но вот на примере Большого Доброполья, опять-таки, вы уже говорили немного об этом, но подробнее, да. Есть ли такие угрозы? Есть ли угрозы уничтожения социальной инфраструктуры? Какая сейчас ситуация? Какие планы, может быть, вот именно по развитию, если они есть? Опять-таки, мы возвращаемся к вопросу, что выиграют жители от объединения? Жители, в первую очередь, выиграют и должны, что они выиграют, да, то есть доступность и качественные услуги. Город Доброполья, если брать города об основном значении, они могут оказывать эти услуги, да. В городах есть развитая инфраструктура объектов, там, школы, дворцы спорта. Но это не говорит о том, что дворцы спорта или там школы будут закрываться в сельской местности. Да, естественно, сельские головы, но это происходит по всей Украине, да. Как можно демотивировать население и говорить им о том, что не нужно объединяться, нужно сохранить село. Очень простые примеры. Как я скажу по городу Белозерска, как можно мотивировать людей, сказать, если мы отсоединимся, значит, у нас будут больницы второго уровня. Но на самом деле это не так, потому что, во-первых, нет кадрового потенциала, во-вторых, не взят полный расчет финансов. То есть для того, чтобы содержать больницы второго уровня, нужны деньги, в первую очередь, это финансовый ресурс. Но сельские головы, на что, скажем так, влияют сельские головы? Когда рассказывают населению о том, что у вас хотят забрать землю, знаете как, город хочет забрать у вас землю. Это сразу же, естественно, настраивает сельское население против объединения с городом. То есть аргумент о том, что город хочет забрать землю, это неправда. Города не забирают землю. Говорить о том, что даст сельскому населению. Во-первых, финансовый ресурс выделяется государственным бюджетом Украины, и он выделяется именно на развитие, согласно законодательству, на развитие сельской местности. То есть развитие инфраструктуры в селе и развитие инфраструктуры, которая, скажем так, будет доступна для сельского населения. Не надо, скажем так, не всегда нужно строить, скажем, больницу, да, или там строить центр оказания административных услуг. Есть мобильные офисы, которые на сегодняшний день работают практически по всей Украине. То есть когда малые города, у нас машина управления социальной защитой населения выезжает по графику в населенные пункты наших малых городов и обслуживает население там на месте. То есть жителю не нужно будет ехать в город. Для того, чтобы эти услуги оказать, допустим, в сельской громаде, на сегодняшний день это невозможно. То есть нужно создать там центр оказания административных услуг. Он не создастся за один день. Точно так же, как происходили проблемные вопросы в образовании. Для того, чтобы в больнице или, допустим, сохранить школу, персонал, который, в принципе, должен относиться к объединению территориальной громады, нужно получить лицензию на оказание образовательных услуг, на оказание медицинских услуг. И эти лицензии на сегодняшний день не то, что так легко, их быстро не получить. То есть получается, знаете, как создается территориальная громада, которая, в принципе, должна иметь все полномочия, права и оказывать услуги населению, но она не способна это делать. И говорится о том, что давайте мы будем какому-то городу платить, а он будет оказывать услуги нам. Ну, в чем же доступность тогда самостоятельности? И вот еще хочется отметить, что в чем убеждение еще селян? Мы знаем, что, в принципе, и советскохозяйственный рынок, он достаточно сформировался уже на Украине. И какие риски озвучиваются сельскими головами? Сельскими головами озвучиваются риски, что когда город объединится с селом, в городе большее количество населения, и депутаты будут выбираться по количеству населения. И поэтому бюджеты малых сел будут как-то неправильно формироваться, и они будут, знаете, такой миф о том, что город заберет ваши деньги. Это тоже неправда. Почему? Потому что старосту, когда будет староста выбираться в селе, он будет входить в состав исполнительного комитета. Можно прописать в положении о том, что староста могут блокировать решение. И когда будет приниматься бюджет на год, можно однозначно принимать, что этому сельскому совету нужна такая-то сумма на развитие, допустим, на жилищно-коммунальные сферы. Этому сельскому совету нужна такая-то сумма, допустим, для ремонта школы. Однозначно, когда школы... И в чем пугают? Вы объединитесь с городом, и ваших детей будут возить в город. Нет, объекты все эти сохранятся. То есть, если объекты сейчас содержатся и могут финансово содержаться благополучно в этих сельских громадах, есть дети, то, конечно же, школы как работали, так и будут работать. Естественно, будет работать и вся инфраструктура, которая работала. Алексей Владимирович, ну вот очень важно действительно, какая информация доносится до жителей и в каком виде. И местные руководители, сельские головы или городские головы, они, конечно же, имеют доступ к своим жителям, и если пользуются некой поддержкой, конечно же, будут слушать. Ну а вот как вы считаете, что знают сейчас жители, давайте возьмем все большое доброполе, как будто это уже большая громада. Вы следите за тем, как информация доносится до жителей, доносится ли она, участвуют ли люди в обсуждениях, что они, собственно, знают об объединении, кроме того, что им говорят их руководители в их городке или селе, чем это плохо. Вот есть возможность донести информацию, а чем это хорошо, или действительно вот тем их, о которых вы говорите, есть ли возможность их развеивать. Потому что, ну, сами люди, ну, кто-то поинтересуется, откроет интернет, там, где-то поищет информацию. Но вряд ли, я думаю, что хватает у людей сейчас забот, да, и, как правило, ну, как бы, у меня все нормально, и, слава богу, там пускай уже решают, власти сами разбираются, тем более, учитывая нынешний уровень доверия людей к власти, да, мы понимаем, что, ну, не хотят люди уже там слышать ни политику, ни каких-то вот таких вещей, что им там рассказывают, не всему верят. Ну, вот, скажем так, знаете, информация, к сожалению, доносится плохо на сегодняшний день, да. Достаточно много информации в интернете, и, в принципе, люди, которые пользуются интернетом, они могут посмотреть информацию, сравнить моменты, да, объединения. Конечно же, большая часть населения сегодня не интересуется этим процессом. Не интересуется в силу того, что либо им неинтересно, либо говорят, все равно мы ни на что не влияем. Ну, это, в принципе, как проведение выборов, да, мы не влияем, мы не пойдем. Но это, на самом деле, не так, потому что нужно интересоваться, и, возможно, со стороны власти, ну, скажем так, мало доносится информации, что это даст людям. Мы в ноябре месяце выпустим брошюры, которые мы хотим раздать, и в сельской местности, для того, чтобы люди понимали, какие услуги может город им предоставить, да, то есть на сегодняшний день, я вам скажу, какая проблема в селе, да, во всех селах проблема транспортное сообщение. Город Доброполье имеет коммунальное предприятие транспортное, да, и на сегодняшний день даже есть оказание услуг нашему соседнему сельскому совету, Анновский сельский совет, который, в принципе, знаете, врос в город, потому что у нас улицы, с одной стороны улицы, это город Доброполье, с другой стороны улицы, это Анновский сельский совет. Точно так же города граничат, то есть это единый живой организм, знаете, как взять, допустим, руку, оторвать человеку руку. Поэтому, когда происходят процессы объединения, то есть как, и вот смотрят, давайте, и как мы будем объединять, да, нужно смотреть, во-первых, на исторический момент, да, нужно смотреть на экономическую составляющую, потому что, в первую очередь, мы сегодня должны думать об экономической составляющей, и сможем ли мы потом обеспечивать людей качественными услугами, потому что, если не брать в расчет экономическую составляющую, ну, скажем так, никогда не сможет и школа существовать, и спортивный комплекс, да, то есть мы сегодня, когда говорим об экономике, большие территории, они более интересны инвесторам. То есть основная задача громады, в принципе, это привлечь инвестора, удержать инвестора, потому что, знаете, как, если мы будем дробить все, как это было подробно, на сегодняшний день эти... Вот давайте все-таки вернемся, к примеру, с Белозеркой, да, и какая там ситуация. Вот я так понимаю, что там все зависит от шахты, которая фактически, ну, вот одна шахта, да, гипотетически они там думают и о второй, но по факту есть одна шахта, и фактически ситуация в этой территориальной единице, если она остается одна, зависит именно только от этой шахты, да, от этой шахты. Какие риски вот в такой ситуации, и кто будет за это нести ответственность? Вот в случае, если, ну, мало ли, мы понимаем, что рассчитывать целому, ну, громадой это нельзя назвать, целой территориальной единице, целому там городу, по стиле небольшому, да, рассчитывать только вот на одно предприятие в условиях сегодняшней достаточно непростой ситуации вообще для всех предприятий, шахты и промышленных предприятий, ну, вот какие вы видите для них риски, если они все-таки решают остаться самостоятельными? И как раз-таки ответственность, кто будет за это отвечать, если вдруг что-то пойдет не так? Я бы хотел отметить, что не остаться самостоятельными, а стать самостоятельными, потому что на сегодняшний день они не являются самостоятельным городом, и тоже существует миф, когда жителям Белозерки говорят о том, что, знаете, как-то раньше говорили, что Украина всех кормит, точно так же и в Белозерке говорят о том, что мы содержим... Что Донбасс кормит Украину, вы имеете в виду? Да, 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 мы содержим все доброполие. На самом деле это не так. Во-первых, спорный вопрос возникает даже по тому же принципу территории. Шахта Новодонецкая не находится на территории города Белозерская. Шахта Новодонецкая находится на территории Александровского района. Это Спаско-Михайловский совет, да. Если брать отделение Спаско-Михайловский, Степановский совет, то есть шахта такая, наверное, особенность. Административное здание даже не находится на территории города Белозерская. И если брать от до Белозерская, на которое рассчитывает, в принципе, город Белозерская, то территориально они тоже находятся на землях Цветогоровского сельского совета, а не города Белозерская. И поэтому, когда мы сегодня говорим о таком объединении, знаете, возникнет очень много рисков деления платежей. Деление платежей, когда будет, допустим, давайте Святогоровка будет говорить, да нет, это наши деньги, Белозерская, да нет, это наши деньги. На сегодняшний день эти все деньги поступают в город Доброполье, который потом распределяет деньги. И если мы сравниваем бюджеты прошлых лет и сегодняшние бюджеты, то мы можем говорить, что город Белозерская на сегодняшний день получил, ну скажем так, вообще все наши малые города получили огромную сумму средств на развитие, да, на жилищно-коммунальную сферу больше в два раза, чем они получали в прошлые годы. Даже вот на сегодняшний день это 9 месяцев, по итогам 9 месяцев. Риск какой? Эта громада просто не сможет оказывать услуги, то есть она заведомо является банкротом. Я могу, я же вот проговорил уже по Белозерской громаде, то есть эта цифра минус 10 миллионов. На сегодняшний день, когда по перспективному плану рассматривалось, у нас 4 объединения, да, город Белецкая и Белозерская громада, Добропольская громада. Это я могу сказать еще такой краткий пример по городу Белецкая, да, когда нам рекомендуют, вот город Белецкая должны объединиться с сельскими советами. Вот с этим сельским советом они объединяются и с этим. У этого сельского, вы же посмотрите, у них цифры 1 миллион 600 плюсом у Светловского сельского совета, да. У соседнего совета там, допустим, 300-360 тысяч плюсом, да. Давайте мы эту всю сумму сложим и посмотрим на бюджет содержания города Белецкая. А у Белецкого минус 14 миллионов. Минус 14 миллионов. Вы, простите, ваши, грубо, 2 миллиона не покроют 14 минус. То есть когда мы говорим, что давайте мы город присадим к селу, а село как-то там вытянет и сможет эту громаду содержать. Ну, мы же видим цифры. Минус 14 и со всех сел плюс 2. То есть минус 12 миллионов их нужно где-то взять. И нужно подчеркнуть, что, во-первых, инфраструктура должна быть, да, а во-вторых, финансовый ресурс. А если здесь нет ни финансового ресурса, ни кадрового ресурса, нет инфраструктуры, достаточной для того, чтобы оказывать все услуги, которые обязана оказывать местная власть, то зачем мы создаем эту громаду? Есть Добропольская громада, которую, я же подчеркну, да, она существовала уже порядка 60 лет. То есть это же неспроста. Одно объединение, которое может датировать вот такие территории, где недостаточный финансовый ресурс. Ну и кроме того, что может датировать, у нас, я вам скажу, что по городу Доброполье, допустим, бюджет взятия 39 миллионов, да. И когда мы говорим, что, допустим, в каком-то сельском совете плюс там 300 тысяч, а в другом сельском совете 2 миллиона, то вот эти 39 миллионов, если будет объединенная территория громада, они могут оставаться здесь и распределяться на эти территории. В Полтавской области, можно сказать, был такой же пример, когда селянам убежали, да нет, они заберут наши деньги, да. А город говорит, подождите, у меня там 120 миллионов ресурсов, которые я могу просто дать вам 10. Нет, 10 миллионов, вам ничего не стоит 10 миллионов дать на развитие вашей инфраструктуры. А у вас плюс идет 300 тысяч, а чем вы рискуете? Но убеждают людей тем, что вот депутатов уже будет меньше, они не смогут принимать решения. Вы знаете, как на стадионе, чтобы поднять волну, надо там 12 человек. Точно так же, если этот староста будет отставить интересы громады, а он может это отставить, потому что в положении он может блокировать решение, то этот староста привлечет дополнительные финансовые ресурсы в свое село, а не наоборот, что-то отдаст. Если Белозерская решит все-таки не объединяться, участь остаться в стороне Доброполя автоматически постигнет и соседнее Новодонецкое. Из-за территориального расположения готовы ли их жители к такому развитию, узнаем прямо сейчас с нами на скайп-связи. Галина Ганинец, секретарь Новодонецкого поселкового совета. Галина Федоровна, добрый день, слышите ли вы нас? Добрый день, отлично слышу. Здравствуйте, извините, что нужно было раньше вас, наверное, подключить к нашему разговору, но, тем не менее, какие вы видите перспективы для Новодонецкого в случае вхождения в громаду Большого Доброполия? Ну, самое первое, я вам хочу сказать, что 9 октября 2016 года поселку Новодонецк исполнилось 60 лет. И все эти 60 лет мы живем в составе Большого города Доброполия. Поэтому для нас, для новодончан, иного пути, как остаться в составе Большого города, просто нет. Так что административно мы подчинены Большому городу, а территориально мы находимся на землях Александровского района. Галина Федоровна, ну, сейчас фактически, ну, вы же знаете, да, и понимаете, что сейчас судьба зависит фактически от решения Белозерска, да, входить в громаду или не входить. Как вам такая перспектива? Понимаете ли вы их нежелание объединяться и будете ли что-то предпринимать, если они все-таки решат остаться самостоятельной административной единицей? То есть вы, фактически, как заложниками ситуации получаетесь? Я, честно говоря, не понимаю вот того, что они сейчас делают. Ну, я слышала выступление своего коллеги, и вы его слышали, где четко были проговорены все цифры, за которыми стоят финансы. Поэтому я думаю, что нет никакого смысла им отделяться. То, что мы остаемся заложниками, это не совсем так. Но вы понимаете, что у нас общих границ ни с Белозеркой, ни с Добропольем нет. Но мы в этом направлении уже работаем и будем продолжать работать. Есть Степановский сельский совет, который рядом с нами. Есть Тиберский сельский совет, Спаско-Михайловский сельский совет. И если у них будет добрая воля на то, чтобы войти тоже в состав Большого Доброполья, у нас появятся общие границы, и мы благополучно, а нам этого очень хочется, войдем в состав города. Галина Федоровна, мы сейчас говорили, что многие жители, кто-то не понимает, кто-то не желает понимать. В общем-то, не очень участвуют сейчас в этом процессе обсуждения, участия именно объединения в большие громады. Как жители в Новодонецком к этому относятся? Тоже достаточно пассивно, как и на большинстве территорий? Или, может быть, более активно? И как вы считаете, какую роль должны сыграть жители? То есть мы сейчас понимаем, что по большому счету решают все именно представители местной власти, и не жители, не проводятся какие-то специальные опросы и так далее. Фактически, если заинтересован местный голова, что остаться там самостоятельной административной единицей, он найдет аргументы, как убедить своих жителей, что так будет лучше. Не факт, что оно так будет, но это уже будет потом. И жители наверняка с ним согласятся. Вот как вы считаете, как можно повлиять, может быть, на жителей в том плане, чтобы они были более активными в этих вопросах? И именно жители Новодонецкого, могут ли они каким-то образом повлиять сейчас, когда их судьба, ну пусть не полностью, слава богу, зависит от решения Белозерского, но, тем не менее, все равно зависит? Ну, я не совсем согласна с тем, что вы сказали. Заинформированность населения скажу. Вы не согласны с чем говорить? Я не согласна с тем, что люди не принимают участие, что люди ничего не знают. Я не говорю все, но, скажем так, мы слышали в сюжете, не очень, да, все с готовностью идут на общественное слушание. Ну, понятно, идет зима, тарифы. Да, вот, у людей другие проблемы, это нормально. Это причиняется все. Но, тем не менее, поселок Новодонецкое, я вам скажу за свой поселок, бурлит еще с 2015 года, когда появились первые перспективные планы, когда начались обсуждения, у нас прошли не одни слушания и с привлечением депутатов и городских советов, и сельских голов, все это было. В этом году, вот я вас на завтра приглашаю, у нас на завтра общественное слушание в 15 часов, так что, пожалуйста, приезжайте, услышите мнение Новодончан. Галина Федоровна, ну и спасибо вам большое за приглашение. Ну и что-то вы еще хотели добавить? Ну, хотела сказать, что у нас практически, если вот так взять в процентном отношении, то где-то больше, чем 90% для того же, за то, чтобы остаться в составе города. Просто в другом формате мы не выживем, чтобы вам это было более понятно. У нас в коммунальной собственности ДК, плавательный бассейн, дворец спорта, общежитие. Мы забрали в коммунальную собственность водное хозяйство, забрали жилье. И, конечно, донорам, спонсорам, как хотите считайте, у нас есть Добропольский городской совет. И все жители, мы четко понимаем, что только так, только вместе. Ну, я вот видите, вы фактически опередили мой вопрос, потому что я хотела у вас спросить. Вы, в принципе, тоже город, да, так же, как и Белозерск, тоже могли бы стать в позу и сказать, что не будем отдавать власть, но вот видите, вы четко все-таки посчитали, посмотрели, как будет выгодно не только отдельным людям, руководителям, которые, возможно, действительно потеряют какие-то свои, свою определенную власть. Хотя, может быть, и нет, да. Я так понимаю, что оставаясь в составе общины, но все равно ведь должности, как правило, сохраняются, и не будут приезжать из Доброполья, да, чтобы решать какие-то там задачи у вас или в том же Белозерском. Ну, это еще, как говорят, посмотрим, но знаете, я бы во главу всего поставила людей, а потом бы отбросила все и советовала бы и другим руководителям отбросить собственные эмоции, амбиции и включить здравый смысл. Вот только в таком случае, когда будет включен здравый смысл, когда мы все расставим по полочкам, все посчитаем, правильно донесем все это до громады, правильно донесем до громады, и громада будет с нами вместе, она есть вместе. Вот такое. Спасибо вам огромное. Это было мнение Галины Ганинец, секретаря Новодонецкого поселкового совета. Спасибо, Галина Федоровна, что вышли с нами на связь. Ну, вот мы услышали, да, еще одно мнение. Тоже город, тоже, в принципе, наверняка у них есть свои амбиции, но вот видение и понимание у них вот такое. Ну, в первую очередь, вот как сказала Галина Федоровна, хочется отметить, что мы должны думать о людях, да, то есть мы должны думать о людях, смогут ли эти люди получать услуги. Алексей Владимирович, ну, вот я так понимаю, что действительно у них там достаточно активно ведется работа и привлечение людей, и чтобы люди понимали, что происходит и зачем это нужно. Вот все-таки, на мой взгляд, действительно люди должны и решать такие вопросы. Но для этого, конечно же, они должны знать как можно больше. Вот вы признались в том, что, к сожалению, не есть недоработка. Да, вот вы видите какие-то варианты, как решить эту ситуацию. Может быть, действительно, тоже каких-то больше или слушаний, или встреч, или что-то. Но, наверное, ваш все-таки основной переговорщик для начала остается, это белозерская власть, да, потому что нужно найти компромиссное решение вам с ними. И если они поверят в то, что действительно это хорошо, ну, и я надеюсь, что не будут они ставить во главу угла там свои какие-то личные амбиции, а также, как и Галина Федоровна, будут смотреть в первую очередь и отстаивать интересы своих жителей, вот, то, повторюсь, они ваши сейчас, наверное, все-таки главные переговорщики. Но мнение людей тоже ведь это важно. Мнение людей очень важно, но важно донести правильную информацию. То есть, когда мы, знаете, в прошлом году в Белозерском все время озвучилась цифра, если мы отсоединимся, нам дадут 50 миллионов. Ну, эта сумма могла бы быть порядка максимальной, там, 7-8 миллионов, это во-первых, да, а во-вторых, эта сумма была бы направлена не на развитие инфраструктуры города Белозерска, а на развитие сельской территории. И давались бы эти деньги государству на развитие услуг в сельской местности. И на сегодняшний день, если брать Краснолюбанскую громаду, это самая крупная в Украине, они получили денег на развитие 23 миллиона гривен. То есть, проблема в том, что информацию, знаете, как там сельский голова, либо мэр города, он может ее предоставлять в таком формате, чтобы население, знаете, как слепо верило, что это действительно так. И аргументы всегда найдутся, да. И аргументы, безусловно, знаете, аргументы найдутся. Здесь, конечно, большая ответственность, учитывая, что все-таки, ну, Белозерска это единственный городок, который, я так понимаю, ну, скажи, прямо остался в позу, да. В Добропольской общине, да, остались в позу, потому что, ну, вот они видят, или, скажем так, не то, что видят, а хотят быть самостоятельными. Но не берут все риски, то есть не берут цифры, которые, к сожалению, констатируют так, что они не смогут финансово быть состоятельными. Ну, вот просто мне одно непонятно, знаете, то есть люди не обращают внимания на те риски, которые там, а вот ключевое слово ответственность, да, вот когда все это пойдет, ну, условно, там, хорошо, хотите, нате, берите, но потом, когда происходит все не так, как хотелось, да, к сожалению, у нас вот никто не несет за это ответственность. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да, и вот как раз-таки здесь такая ситуация. С одной стороны, нате, попробуйте, и тогда вы там поймете, и жители поймут, и власть поймет, с другой стороны, давайте попробовать и фактически обрекать людей, да, вот на то, что потом сказать, что вот ваша власть решила, или вы решили, или кто-то решил, наверное, это тоже будет неправильно. Ну, то есть тогда все инструменты сейчас у вас в том плане, что вам нужно искать и вот эти аргументы приводить, почему действительно, чтобы люди действительно поняли, я надеюсь, что власть все-таки поддержит и Белозерская, и поймет, что если так будет лучше, то так будет лучше. Вот что касается сроков, вот процесса территориальных реформ, до 1 января 2017 года должны быть определены границы новых районов, это, ну, понятно, не только уже Доброполье касается, а по всей Украине, вот как вы оцениваете темпы объединения громад, вот у вас есть, да, уже пример в Добропольском районе, это Октябрьская сельско-территориальная громада, в нее вошли три сельских совета, там нет городов, но тем не менее, как они справляются, и как вы оцениваете темпы объединения, хватит ли вот этих двух месяцев и вам, чтобы найти общий язык с Белозерском, и другим громадам, я уверена, что не только у вас такие вопросы, а сейчас это везде по стране происходит, достаточно ли два месяца для того, чтобы решить эти вопросы, повторюсь, и какие позитивные или, может быть, негативные уже примеры, опыт есть вот у ваших соседей, у Октябрьской сельской территориальной громады? Я могу сказать, что, опять, если брать с позиции законодательства, то есть там сроки определенные от 62 дней и до 6 месяцев, то есть от 2 месяцев до 6 месяцев может идти процесс, то есть лимит устанет до 30 дней, но процесс может происходить 10 дней, а не 30. Что хочется сказать? Я думаю, что и приватизация в Украине, когда это происходило, она была все время продлена, и поэтому процесс объединения территориальных громад, скорее всего, будет все-таки продленный, в 2017 году он не остановится, добровольно объединение громады. Но и хочется отметить, что на всей территории Украины, и у нас же такая проблема с сельской местностью, когда информация либо неправильно доносится, есть сложившиеся, там, уставившиеся мнения, допустим, есть мнение крупных фермеров, которые, скажем так, более, имеют больше возможности влиять, скажем так, на сельского голову и на депутатский корпус в селе, нежели в городе, и поэтому, естественно, есть противостояние крупных фермеров, которые говорят, да нет, нам проще договориться с сельским головой, чем, допустим, договариваться с городским советом. Да, есть какие-то условности со стороны бизнеса. Я думаю, что процесс тогда будет продлен, но и хочется взять, опять-таки, пример соседней Польши, когда там этот процесс происходил в течение 10 лет, и в итоге парламентом Польши было принято просто волевое решение, когда в один прекрасный день люди проснулись и оказались уже в определенных территориальных границах. Потому что процесс, он добровольный, но он очень сложен, потому что очень много мнений, да, и очень много сторон, которые просто противостоят этому процессу. Ну и в завершении нашей программы вот такая еще информация. Знаете вы об этом или нет, но ЦИК незаконно, Центральная избирательная комиссия незаконно блокирует процесс выбора в 28 объединенных громадах. Об этом во вторник говорили в Украинском кризисном медиа-центре представители местного самоуправления и эксперты. Уже есть обращение в суд по этому поводу. То есть фактически те люди, которые готовы объединить, создать эти громады, они уже создали, и пытаются там провести выборы, и некоторые уже даже второй раз, как я поняла, но им просто блокируют эти процессы и не дают двигаться дальше. Так что вопросов наверняка еще, я уверена, будет много в этом всем. Но ваша задача сейчас вот на первом этапе решить и определиться, как же все-таки будет выглядеть громада большого доброполия. Но сейчас хочется сказать, что противоречия эти существуют, потому что есть противоречия в законодательстве. И яркий пример по нашей громаде, я же уже оговорил, да, то есть есть необходимость принятия решений городским советом доброполя, есть областной совет, который не может принять решение. Нужно изменить границы городов, которые принимаются на уровне Верховного Рада Украины. Поэтому очень много таких коллизий и противоречий законодательств, которые действительно потом в итоге не позволяют провести первые выборы на законодательном уровне. И наша сегодня задача стоит в том, чтобы объяснить население, донести правдивую информацию как сельскому населению, так и донести правдивую информацию нашим малым городам. Что получат города, что получат сельские территории от объединения в одну громаду. То есть, знаете, когда это большой живущий организм, он сможет существовать, он будет самодостаточен, он сможет оказывать услуги. А если мы, знаете, объединяемся просто ради объединения, но мы не можем оказывать услуги, вот как вы привели пример, да, объединенная территориальная громада октябрьская. На сегодняшний день, ну это такой пример, когда из-за отсутствия кадрового потенциала, да, невозможно решить огромное количество проблем, да. То есть, невозможно привлечь инвесторов, невозможно работать напрямую там с фондом регионального развития, да, невозможно реализовать проекты, потому что просто кадровый голод. И мы должны констатировать, что по факту люди не едут в село. И сельская местность иногда приводит к примеру, что вот смотрите, в село никто не едет. Если есть в селе перспективные предприятия, то люди едут из города и работают в селе. Это правда, потому что если брать нашу территорию, в городе Доброполе, люди, проживающие на территории города Доброполе, работают в соседнем Добропольском сельском совете, потому что там есть предприятие, перспектива, да, которое обеспечивает работой. И, понимаете, тут надо понимать, что Доброполе сегодня работает по развитию бизнес-среды. Компании ДТЭК, которые, скажем так, видят на перспективу, да, проводятся различные тренинги, проводятся различные мероприятия для того, чтобы привлечь и крупных инвесторов, для того, чтобы привлечь в громаду доноров, которые могут давать гранты на развитие инфраструктуры, на развитие жилищно-коммунальной сферы. Но и наши города в Донецкой области, шахтные города, это моногорода. То есть сегодня стоит огромная задача развития наших территорий. И развивать территорию, естественно, лучше и удобнее, и привлекать инвесторов, даже компаний, которые дают гранты, когда это будет одна большая крупная громада. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович, за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам в программу. Алексей Кормильцев, первый заместитель Добропольского городского головы, был сегодня нашим гостем. Не оставайтесь в стороне от решений, которые определяют наше общее завтра. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова